Посмотрите на свои руки. Что сейчас вы в них держите? Попробую угадать. Работа, учеба, документы, развлечения – все в одном небольшом устройстве. Активными пользователями гаджетов становятся и дети. Для них Всемирная организация здравоохранения установила допустимые нормы, которые рекомендуется без вреда для здоровья проводить у экранов. Свои нормы установил и Роспотребнадзор. Их превышение, по данным экспертов, может привести к физическим нарушениям и развитию зависимости. Для постановки диагноза этого психического расстройства необходимо три условия. Первое, когда человек перестает контролировать время, проведенное за экраном. Второе, когда приходится жертвовать другими своими занятиями и увлечениями. И третье, когда человек не может остановиться, даже осознавая пагубность последствий. Для взрослых эксперты со всего мира сошлись во мнении, что экранное время вне работы желательно ограничить двумя часами. Но по статистике люди проводят в гаджетах минимум по семь часов в день. Психологи отмечают, интернет-контент становится основной формой развлечения, а социальные сети заменяют живое общение. Страдает общее физическое и психоэмоциональное состояние. Например, по данным медиков, свет от экранов сигнализирует мозгу бодрствовать, из-за чего после вечерних посиделок в телефоне многие люди страдают бессонницей. Зависимые от гаджетов люди чаще впадают в депрессию. У них отмечаются симптомы психических расстройств, вплоть до шизофрении. Врачи обращают внимание на чрезмерную нагрузку на глаза, суставы пальцев и шейный отдел позвоночника. За последние годы на треть увеличилось количество пациентов с заболеваниями позвоночника, и эти цифры продолжают расти. Важнейшей задачей ВОЗ считает увеличение физической, умственной и социальной активности за счет отношений. В качестве разумной альтернативы ученые предлагают чтение или настольные игры. Такие занятия, по их мнению, крайне важны для психического здоровья. В современном мире настольная игра является прекрасной альтернативой гаджетам. Это способ живого общения как семьи, друзей, коллектива, так и незнакомых людей, раскрывающей черты характера человека, а также его способности. Настольная игра способствует развитию эмоционального и социального интеллекта, учит анализировать последовательность своих действий, совместно принимать решения. Игра является некой закрытой средой, в которой возможно контролировать то, что происходит на поле, и не так страшно принимать решения. Это очень подходит тем людям, кто подвержен тревожности, беспокойству, а также находится в депрессивном состоянии. Зарядка для мозга, развитие интуиции и поле для творчества – все это про настольные игры. Ученые доказали, что в процессе игры в организме происходит выброс эндорфина, гормона счастья, а заботы уходят на второй план. При условии, конечно, что вы отложите в сторону телефон. Выбор настольных игр огромен, рассказывает ведущий подкаста о них Михаил Паричук. Этому хобби он уже отдал 20 лет, находился у самых истоков развития индустрии. Тогда не было ни специализированных магазинов, ни крупных издателей. В те времена казалось невероятным, что из кусочков бумаги можно придумать что-то интересное. Сейчас ты можешь найти настольную игру на любой вкус. Маленькую, большую, на историческую тематику, на военную тематику, про животных, про какие-то индустриальные темы, на ловкость, на логику, на сказочный сюжет, на детективный сюжет. Ну вот, то есть просто кому что нравится, это позволяет собираться чаще там с друзьями, хотя бы ради того, чтобы во что-то поиграть, во что-то свежее. Ну и плюс они сейчас, конечно, прошли огромный эволюционный путь в плане, ну там, и внешнего вида, и того, как в них играть, насколько это удобно, насколько это быстро, насколько это увлекательно. И, ну, это правда очень классная штука, которую вот стоит попробовать один раз там, да, найти что-то свое. И, ну, это хобби, оно очень хорошо держит. С чего начать новичкам? Эксперты предлагают выбирать игру по интересующей теме. Тогда даже сложные правила захочется осваивать и возвращаться к этой настольной игре не один раз. Просто опробовать и не приобретать игру так же можно. В Самаре есть несколько клубов настольных игр, которые, ну, довольно легко найти в интернете. При магазинах настольных игр, как правило, по праздничным там и по выходным дням делаются игротеки. Саша и Аня познакомились на одной из таких игротек. Чисто случайно нашла настольный клуб. Очень стеснялась туда прийти. Очень сильно. Просто не очень люблю людей. Ну, вот. Пришла. По-моему, даже в первую партию он меня, собственно, и затащил, потому что игрока не хватало. Александр и Анна женаты 4 года. За это время они обзавелись внушительной коллекцией игр, под которую пришлось обустроить целую комнату. Супруги убеждены – настольные игры – путь к взаимопониманию. И это прям, в принципе, помогло потом в будущем то же самое делать по отношению к другим людям. Общаться, рассказывать о своем хобби, узнавать об их хобби. Поэтому все-таки, наверное, коммуникальный. Все остальное – это, да, зависит от того, какая настолка. Терпение, добавляет Аня. Сохранить лицо, не переходить на личности и все раз приоставлять на игровом поле. Навык, который воспитывают настольные игры. Манипулировать людьми за игрой тоже не спортивно, но иногда сама игра навязывает этот навык. Есть игры с дипломатией, где надо договариваться, а есть игры без дипломатии. И одно дело, когда жена мужу говорит, я тебя кормить не буду. А другое дело, когда перед тобой сидит человек, мало знакомый, и начинает тебя прессовать в игре. Не нравишься. Без дипломатии. И вот здесь терпение не бросить в него фигурку. Очень важно. Играя в настольные игры, человек развивает в себе творческое начало и воображение. Саша рассказывает, как в детстве с друзьями сами придумывали настольные игры. Тетрадь с одной из таких игр сохранилась до сих пор. Мы листали ее вместе и поражались объемом правил и количеством продуманных деталей. И здесь, пожалуйста, перечислены все расы, существа, которые существуют в этом мире. 39 видов. Различные ресурсы. Различное оружие. Опять же, карта с подписями, кто где живет, в какие местности предпочитает. Все это в игре, соответственно, учитывалось. Дальше идут таблицы. Конкретные фракции, конкретные герои. Вот есть тут из разных игр, придуманные сами и так далее, и так далее. У каждого из них есть характеристики. Вот, пожалуйста. Так что по нынешним меркам это было нечто тяжеловесное. Видеть конечный результат и думать на перспективу. По данным HR-агентств, в 99% вакансий на руководящие должности содержится такое требование к кандидату, как стратегическое мышление. По мнению психологов, с помощью настольных игр можно развить в себе и это качество. Человек может проанализировать свои ходы, свои решения, свои действия, и в следующий раз он может совершенно по-другому начать действовать, и это приведет к другим результатам. Это позволит развить уверенность в себе и не бояться рисковать в дальнейшем, не только в настольных играх, но и в жизни. Ученые Стокгольмского университета провели эксперимент, в ходе которого люди от 5 до 40 лет на протяжении 3 месяцев регулярно играли в настольные игры. В результате когнитивные функции мозга у них улучшились на 30%. Настольные игры не просто развлечение. Они развивают качества, которые пригодятся и за пределами игрового поля. И, что немаловажно, помогают отвлечься от гаджетов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова